Музыка Осенний этап регулярки уже начал обратный отсчет, но у жаждущих поправить свое турнирное положение еще достаточно времени, чтобы совершить переворот. Некоторые уже начали в прошедшие выходные. Например, Киты догнали лидера турнирной таблицы 2-го дивизиона после победы над Вайбом. Никто не ожидал, что эта игра станет для них легкой прогулкой. В общем-то, она такой и не получилась. Матч начался с полного доминирования Китов. Однако гол Дроздика абсолютно не смутил Вайб и к концу первого тайма команда из Лесговта сумела выйти вперед и сохранять счет 2-1 в свою пользу. А начало второй половины встречи стало для Китов настоящим кошмаром. Дятлов огорчил противников третьим забитым мячом. После этого Вайб уверенно удерживал счет. Кардинальная ситуация изменилась только после второго гола киношников. Видимо, они почувствовали вкус крови. Довольно быстро в ворота соперника влетели третий и четвертый мячи. Точку в матче поставил неумолимый Джавид Мурсалиев, который оформил хэт-трик. 5-3 победа СПБГ и Кит. За счет силы духа и желания огромного победить. Потому что я почувствовал, как наши ребята реально после первой половины тайма они как-то действовали. Может быть, не особо четко, но потом у них проснулась сила. Просто я заметил, что все розыгрыши закончились голами. Это говорит, в принципе, о качестве нашей игры, о качестве команды. Вот, в принципе, все, что могу сказать. Эта победа позволила Китам набрать 21 очко. Теперь они делят первую строчку с Black Bunch Mafia, в активе которых, правда, на два сыгранных матча меньше. А Киты действительно показали отличный командный дух и во многом выиграли именно в психологии. Вайбу же желаем не отчаиваться, ведь победы обязательно придут. Воскресный игровой день большинство матчей пришлось на первый дивизион. Тут своя ситуация и своя борьба. Некоторые встречи явно продемонстрировали, насколько острым будет противостояние за каждый пункт турнирной таблицы первого дивизиона. Например, Энергия и Васэмбуд находятся в середине таблицы и, следовательно, являются прямыми конкурентами. Взяв неплохой темп с самого начала встречи, военные вынудили соперника обороняться и играть вторым номером. За время стартового натиска в Васэмбуд организовали два безответных мяча в ворота Энергии, однако на этом достижении потеряли концентрацию. За три минуты, дважды поймав связистов на контратаке, Энергия выровняла счет. Во второй половине встречи военные также активно действовали в созидании, однако желтые безоговорочно верили в свои силы и уже не отдавали игру полностью под контроль оппонента. На 36-й минуте Энергия имела реальный шанс выйти вперед. Нереализованный пенальти, скорее всего, и стал переломным моментом встречи. Васэмбуд, который большую часть времени играл первым номером, доказал, что такие подарки делать команде нельзя. Ватим Матюшкин на 39-й минуте пробил по воротам, голкипер Энергии не среагировал на удар и мяч в полуметре от него пересек линию ворот. Так Энергия не воспользовалась идеальным моментом и осталась без добытых очков в воскресный игровой день. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна команда из военной академии связи потрепала нервы своим болельщикам в прошедший уикенд. Матч с Ленинградом многие могли бы назвать относительно проходным для связистов, глядя на турнирное положение команд. По началу встречи это предположение слегка оправдывалось. Горожане оказались прижаты к собственным воротам и редкие контратаки парней в красных футболках практически не несли опасности. Однако сценарий встречи кардинально изменился на 12-й минуте. Иван Блинов завершил быструю контратаку Ленинграда точным ударом в правый угол. После забитого мяча красные уже не так робко жались к воротам. А вкупе с тотальной нереализацией моментов у связистов это позволило им достаточно долго держать минимальное преимущество. Класс все-таки взял свое только к середине второго тайма. Эльдар Мустафин прорвал безголевую плотину военных лестким ударом, касание отправив мяч в левый угол. Однако на то, чтобы добиться единственно приемливого для себя результата, то есть победы, связистам пришлось потратить еще немало сил. Лишь за считанные мгновения до свистка Артем Сардак смог еще раз поразить сетку ворот Ленинграда. Таким образом, военная академия связи добывает 3 очка в матче, по ходу которого команде было крайне сложно воплотить в жизнь весь свой потенциал. Моментов было куча вообще в первом тайме, вообще просто столько нереализованных моментов, вот, а потом уже как-то пропустили и проснулись что ли. Это разлило? Разлило, да. Квартирная злость появилась, все, добили два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Ряд историй о матчах с валидольными концовками завершает обзор встречи Миртесин за ряд. Обе команды пока явно не приблизились к поставленным на сезон целям и, являясь прямыми конкурентами, показали настоящую битву за очки. Первый тайм обе команды провели осторожно. Горняки в основном делали ставки на дальние удары низом. Миртесин же прорывался намного ближе к воротам, но разящих ударов и угроков в белом не получалось. К исходу первых 20 минут зрителям впору было заскучать, но на заключительной минуте тайма Владимир Калинин вывел Миртесин вперед, реализовав удар с точки. Забитый мяч именно то, что оказалось нужным обеим командам. Значительно более оживленный второй тайм, наполненный острыми атаками, подарил зрителям и большее количество голов. Миртесин долгое время удерживал преимущество в счете и казалось, что горняки вновь не смогут ничего противопоставить сопернику. Но заряд постепенно выровнял положение и к 33 минуте восстановил равенство в счете. Такое спасение уже было маленьким подвигом для горняков, однако ничейный результат их не устроил. Обе команды бросили все силы в атаку, но именно заряду удалось добиться успеха. Александр Каптур на последней минуте встречи забил, как оказалось, решающий мяч. Миртесин же даже в шестером не успели исправить ситуацию. 4-3 успех заряда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вопросы об удачном вкатывании в регулярку уже сменяются предположениями. А может ли еще что-то измениться? И каждый игровой уикенд преподносит массу поводов для разговоров. Ждем следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА